Доброе утро! Мы проснулись, как всегда, по-прежнему находимся на высоте 2 с копейками километров На уровне моря, напомню, что совсем недалеко граница, спалось отлично, с утра уже была температура отрицательная, потому что вода вся замерзла Сегодня я немножко вон порвал спальник и узнал, что он у меня пуховый, видите, как все в пуху Сейчас зашил его, сейчас подошью еще немножко Кушаем кашу и просыпаемся, уже окончательно Это была очень холодная ночь, у меня было два спальника, два спальника, я не мог уснуть, пока не одел две куртки Две куртки! И заснул я Я закуклился вообще так, что у меня прямо даже не повернуться было в спальники, потому что куча одежды Очень холодно было, я еще и с головой вот так накрылся Волосами Я что придумал, горелку, которая у нас есть, вот эта вот, если еще раз ее в палатку поставлю, просто сюда в предбанник, и она будет греть, и вообще будет классно Я так делал Однажды палатка загорится Не, я так делал, это вообще на минимальный газ ставишь, как бы, она все теплом покрывает Парни, я к вам ночевать пойду Ну, не ладно У меня один раз палатка горела Ты не представляешь, насколько это быстро происходит У нас вчера баллончик загорелся тут Оказываю, вон, видишь, он стоит в углу, я его откинул, я думал, сейчас взрыв будет, и мы вас всех разбудим Вчера он еще нашел телефон А москвичи не мерзнут Вот так вот Суровый, суровый, я вам говорю, если вам нужно, чтобы вам в экспедиции сделали красивые фотографии И при этом человек вмерз там в реку и фотографировал, не знаю, там, висел на краю скалы и фотографировал Ваня, пишите мне, я дам его контакты, найти его легко, потерять сложно Мы так что вкусненько позавтракали Попили наш фирменный чай с мухом И сейчас выдвигаемся в сторону границы с Россией На самом деле мы едем параллельно с границей, но, к сожалению, мы не можем ее пересечь, где попало Нужно ехать на КПП Так что вот едем к границе Монголии и России Финальный отрезок перед монгольской и российской границей, перед Кошагачем, подминает стиральную доску И выглядит, как федеральная трасса Колыма и федеральная трасса Лены Просто грунтовочка Что-то у нас оставил какой-то местный, сейчас спросим, что хочет Открывай А, нет места У нас нет места Полная машина Нет места Это сукогорные коровы-яки Коровяки Коровяки Вон, смотрите, какой як с какими-то здоровыми У меня рейтинг Такая встреча с монгольским яками Хотели, увидели, сфотографировались Желание им всего хорошего Давайте, Аки, пока Нету, мы разменяли Тургом 300 рублей у меня дайте 300 рублей? Да Сейчас дадим 300 рублей Ну, что-то на выезде транспортный налог Сейчас Сейчас 150 Паспорт А Это какой был фотограф Пануми? Это не фотограф Что такое Это просто этот Не фотограф Это дефект Луна Дай его Песель Нашу камеру заметили Сказали ее убрать Поэтому убираем Я сейчас еще вам пару слов скажу и выбираю. В общем, примерно так проходит разводняк по-монгольски. Уже везде границ, уже все, съемка запрещена. Вырубаем камеру от греха подальше. На выезде попросили заплатить транспортный налог, равный 300 рублям. Заплатили. Все, теперь можем ехать спокойно по Монголии, оставшиеся 100 метров до границ. Держите конфеток. Вот так вот монгольские дети получают конфеты. Крутяк, да? Пока-пока. Тож, ты молодец. На самом деле, вот казалось бы, такая мелочь, а вообще молодец. В общем, в общей сложности на границе простояли и проходили досмотр больше часа. Это только монгольское. Связано с тем, что что-то монголы вообще не торопятся. Особенно таможне. Так что такие вот дела. Плюс у нас очень много вещей. Сказали, что мы все вытаскивали, мы все вытащили. Ну и садились через арбискам, там назад затащили. Короче, веселуха, одним словом. Потеряли больше часа. Сейчас впереди еще российская граница. Думаю, что там должно быть побыстрее. Но должны проверять. Будут на въезд, они всегда проверяют тщательно. Вот такие вот дела. Все, едем дальше. Сейчас еще поснимаю, покажу, как выглядит нейтральная полоса между Россией и Монголией. Как будто продолжение Монголии. И возникает один вопрос. Это нейтральная полоса. Что здесь делают домашние, мирно пасущиеся коровы? Как они сюда попали вообще? А вот так выглядит Россия с обратной стороны. Ой, как домой хочется. Выходите, родненький. Мы очень, мы очень домой хотим. Поцеловать асфальт хочется. Пожалуйста, пустите нас. У них обеденный период. Не, ну уж у наших-то не может быть обеденный период. Ребят, ну вы что? Начался асфальт. Сейчас здесь он такой будет хреновенький. А как только пересечем границу, уже окончательно через КПП там будет вообще все отлично. Уже одной ногой практически в России. Но недолго будем в России. Пару дней и дальше. Ну что, подъезжаем. А тут все как всегда. Очередь. Ну что, привет Россия. Мы наконец-то въехали домой. Простояли мы, по-моему, часа два. Здесь час, там, наверное, в общей сложности часа два, а то и два с половиной. Вот так вот въезд в Россию. Машин, считаешь ли, не было? Да, причем машин вообще не было. То есть, ну окей, перед нами был автобус и якобы там паспортисты долго мучились, но мне кажется, что это не объяснение. Очень долго работают. Очень долго работают. Обещал показать вам дороги со стороны России, как они выглядят. Дорога очень хорошая. Несмотря на то, что она однополосная в каждую сторону. Музыка. 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 Короче, в кафе «Аншлаг», а «Регины Дубовицкой» нет. Поэтому едем дальше. Музыка. 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 Как-то описано такого. Там весь Северо-Чуйский хребет видно. Ваня, иди посмотри. Ну, такие там горы, Северо-Чуйский хребет и озеро отражаются прикольно. Вообще, как бы самое крутое место, где мы были. Слушай, а если дорогу туда, мы на стандарте проедем? На стандарте и на крызаках? Ну вот у нас вот даже шины шоссей. Клеп бесплатный, кстати. Ну, это уровень. А не то, что 6 рублей кусочек, 2 рублей кусочек. Вот, бесплатный. Домашний клеп? Жалко. Ну, ладно. Ваня разговаривает с семьей, но человеку месяцами дома не бывает, поэтому... Ну, так и здесь хорошо, что ли. Хорошо. Ну, как-то происходило. Да, хорошо. Ну, все нормально. Мы сейчас поедем в долину реки Талдуры, а потом в горы на лагере Ахтруль. Слушай, скажи, вот дорого обходится ваше путешествие или недорого? Ну, сударя, что все дорого или недорого. Ну, примерно. Скажите на образование, потому что это будут сейчас подписчики на YouTube-канале и спрашивают, дорого или нет. Вот я им одну говорю. Ну, мы закладывали вот на строя где-то месяц путешествия, полпиник на человека. То есть, 150 тысяч на трейд? Да, без подготовки машины. То есть, на подготовку машины там как бы индивидуально все. Что-то у нас вообще космос получается какой-нибудь. Вот, я о том, чтобы путешествовать можно. Итак, ребята, вы были вообще в таких местах очень крутых. Если что, добавлю Инстаграм и можете перейти и посмотреть, какие фотки у ребят в аккаунте. Когда мы доберемся до фотоаппарата, это очень красиво. Ну, все, давай, счастливо. Ладно, все, давайте. Пока, удачи. Давайте, хорошей дороги. Хорошей дороги вам. Ну, а пока мы просто кушаем. Вот так. Влад вегетарианец, как всегда, работает все вегетарианское. Ваня съел борщ и яйца, его тема. Ну, москвич еще. Антон пельмешки с беляшом. Мой борщ и вот мои остаточки еды. Это поляна и еще и сдача. Да, еще и сдача. Чай выжить. Ладно, все. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Сейчас мы кушаем и пойдем читать наши колеса. В общем, очень вкусное место. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания, да. Очень вкусное место. Цены вы сами видели. Сейчас покажу, где оно находится и как оно называется. Называется оно вот так вот. Резык, халяль кухни. У них все как дома. А вот главная дорога. То есть там Барнаул, там граница с Монголией. Все, вот будете ехать оттуда, то с правой стороны перед заправкой, а там рекомендую очень вкусно. Барнаул… Это то, что мне по нолям выйдет, я не скажу. Ну, примерно хотя бы нам балансировать, чтобы мы поехали. Там уже в городе добалансировали. Ну, полчаса. По цене? По цене 550 рублей. За каждое, да? То так же, да? Ну, давайте, что делаем тогда. Что туда поближе встать? Ну, посередку лучше ставьте, чтобы перекидывать неудобно. Какую сторону ставьте? Грыжу там уже и сразится. А оно двунаправленное? Направленное нет. Нет направляйки? Нет. Ну, вовнутрь тогда? Оно на заднее пойдет тогда, на заднее вовнутрь. Ну, сейчас балансировка как войдет, не войдет. Сейчас вот там, а ты-то завистишь. Да, я все выявил правильно, с грыжей, наверное, назад, правильно? Я ее уже с оплаткой там заклеил, все это. О, хорошие. Рудовые, да. Да, да. Я имею в виду на этот самый. Мы ее, если что, тогда назад переставим, а с заднего наперед. Там у меня и покрышка лучше впереди. Это мой что-то? Ага, хорошо. Ну, все, спасибо. Датчики показывают, там тебе. Да, да, да. До свидания. Сейчас гляну, да, что показывает. Показывает. Первый 2.1, второй 2.4, тот 2.1, тот 2.3. Ну, оставь уже, ладно, мы приедем там потом уже скоро. Нормально. Ну, ты их по одним манометрам выставил? Да. Ну, нормально. Они еще, может, откалибруются. Все, погнали. За час нам все сделали, поменяли все колеса. Колесо с грыжей мы поставили назад, на нем и протектор хуже. Колесо, которое было сзади, идеальное, с хорошим протектором поставили вперед для нагрузки. Нам оно лучше пусть будет там. И сзади, где был порез, тоже сделали. Но запаски у нас нет, поэтому едем без запаски. Надеюсь, что мы сейчас едем до озера, потом уедем с озера до Барнаула, и в Барнауле уже купим запаску. Пока едем так. Поехали. Ребята, в общем, расклад следующий. Мы потратили еще час на то, чтобы сделать наши колеса. Вы слышали, какие там манипуляции с ними произвели нам. В общем, все нормально. Резюмируя, могу сказать следующее. У нас все колеса, 4 рабочих колеса целые. Они, конечно, дырявенькие, пошарпанные, но все в строю. Запаски у нас по-прежнему нету. Поэтому едем нежно, с осознанием того, что при пробое будем ползти на дисках. Вот так вот и едем. Сейчас решили заехать на интересное озеро, которое находится в 80 километрах от... Ну, там, 90-м, если быть точным, от Кошагача. Ребята, которые были на УАЗе, сказали, что вообще они сейчас проехали очень много мест на Алтае. И это просто самое эпичное место, которое они увидели. Поэтому доверимся их вкусу и поедем на это озеро. И сейчас сами все увидим, стоило нам туда ехать или не стоило. Погнали. Впереди у нас горно-алтайское озеро под названием... Я не знаю, поэтому название будет сейчас в Плашке. Погнали. Плашка. Плагодаря, спасибо. Погнали. 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 И чё? И всё. Получается, что мы победили. Субтитры сделал DimaTorzok А навигатор нас ведёт вот через эту поляночку, но стоит знак стоп и написано, что земля в частной собственности, проезд запрещен. Поедем, деваться нам некуда. А подскажите, какая здесь рыба? Хариус есть? Есть, да? А на чё ловите? На мушку наверх? Вообще ни на чё не клюёт. Не клюёт, да? А подскажите, проедем здесь до озера Джингискуль? Туда вот, он показывает. Ну если дальше поедем, там будет переправа через Чуй, вот тут переезд будет? Да. Но если туда поедем, то чё упрём? Всё, тупик? Я понял. Ладно, спасибо. Ну ладно, поедем. Тупик так тупик. Станем в тупике тогда. Субтитры подогнал «Симон» 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 короче дорога оказалась немного странная вот уперлись в какую-то лесопилку дальше поход дело дороги нет такая красота у нас здесь повсюду здесь наверное какое-то кладбище на нену кишни кладбище болотина просто какая-то чем мы приехали уперлись надо было ехать с другой стороны даже не знаю я думаю что мы все-таки поедем сегодня проедем потому что с утра мы там окажемся сейчас здесь сделаем пару фоточек нашего боевого land cruiser и едем дальше но посмотрите зато в какую красоту мы забрались это ли не кайф друзья в общем здесь проездом у нас не получилось река чуя у нас не пустила нас сейчас едем через поселочек еще по одной дороге которую показывает нам наш навигатор в мэп сми машина абсолютно нормально проехала сами видели каким условием все ветках немножко там притерлись бампер очкам запас очкой ну все в рамках в рамках допустимого еще разбегу на стандартной машине можно заезжать очень далеко главное яички немножко это постальнее и навыка немножко побольше и все будет хорошо все даже вот на такой вот лысой резине вот смотрите вот вот она она резина для дрифта у нас все погнали через какую-то реки который сейчас время нет мы переезжаем речка сухая река подобные постройки вот здесь здесь номер мне кажется это туристическая тема как домики для туристов мы продвинутые туристы мы будем спать в палатках если доедем до озера даже не дойдем до озера тоже будем спать в палатках в общем все-таки нашли мы небольшой мост вот так вот он выглядит сейчас поближе вам покажу через эту реку река горная кстати очень большая сейчас сделаем один прогончик для вас чтобы показать красоту этих мест и машину в кадре и едем дальше уже начинает темнить а нам конечно хотелось бы все-таки по светлу проехать туда так я бы давай я просто не вижу чтоб тут следы были понимаешь меня вот это немножко а так то все хорошо тачечка слева судить его в общем приехали ночью какому-то броду как говорится не зная броду есть потихонечку идет в общем поедем сейчас антош открой окошко смотри в окно как у тебя там будет затопляемость отлично проехали хорошо очень это кстати первый за нашу экспедицию костер мы наконец-то дожили до этого момента когда запалили костер в общем мы добрались до этого озера поднялись наверх на такой небольшой смотровой площадке сейчас очень плохо видно я думаю но тут очень прикольно само озеро находится вот там за костром и там же внизу расположились ребята они молодые ребята с новосиба подъехали к ним очень гостеприимный год давайте так палатчик рядом с нами у них там и баня есть перевод переносная такая как мобива в общем подготовленные настоящие сибиряки но мы решили немножко здесь подальше лагерем наверху встать для того чтобы с утра отсюда со смотровой пофотографировать озеро а днем мы обязательно за этим к ребятам пообщаемся с ним уже днем с камерой и за ним каким-то вопросом что они кто они откуда они ну видно по ним что они такие любители сноуборда и активных всяких видов связанных с досками вот фотографии сделали сделали вот еду себе здесь запарили вот несмотря что у нас такой срач мы просто это супер супер быстро все сделали без каких-либо заморочек сейчас кушаем и будем ложиться спать потому что буквально а сколько времени местных у кого есть часы и 9 часов а нам вставать в 6 утра ну мы сейчас пока ляжем будет 11 точно а то и 12 часов 7 поспим и нужно вставать чтобы фотографировать с утра успеть и застать рассвет так что такие вот дела все будем кушать и до утра друзья утром покажем какая здесь красота а и и и и и